Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Бонжур, хелло, шалом. Всем доброе, добрейшее утро. И мы продолжаем изучать притчи царя Соломона Мишли. И сейчас мы дошли уже до шестой главы. Шестая глава, это уже шестая глава. Это мы уже прошли пять глав, почти шестую часть мы прошли. 31 глава всего Мишли. Хорошо, дорогие друзья, все, продолжаем изучать, все собираемся. И, значит, закончили мы пятую главу. Вся пятая глава в основном была о том, что есть чуждые идеологии, есть разные взгляды на жизнь. И нас царь Соломон предупреждал, говорит, смотрите, есть Тора, то, что Бог сотворил мир, Создатель мира дал знания о том, как мир работает. И есть разные идеологии, которые придумали люди для того, чтобы оправдать свои какие-то взгляды на мир, о том, как надо жить. Да, Ботертов, Яэль, Агапова, Агапова, как правильно сказать, Агапова. Вот. Хорошо, дорогие друзья, все. И теперь шестая глава. Шестая глава нам дает некие технологии, как дальше двигаться. Значит, начинается шестая глава, начинается она с отрывка с такого. Сразу нас царь Соломон вводит в новую ситуацию, да. Он говорит, бни, сын мой. Сын мой. Им арафта лереха, таката лазар капеха. Он описывает ситуацию. Он говорит, смотри, сын мой. Им арафта лереха. Если ты стал аревом за ближнего твоего. То есть ты поручился за ближнего твоего. Есть такое, как поручительство, да. То есть ты идешь в банк, например, и говоришь, дайте мне суду. Они говорят, приведи поручителя. Кто поручится за тебя, что если ты не отдашь, он отдаст. Это называется арев. И вот если ты поручился за ближнего твоего. И таката лазар капеха. И за чужого ударил по рукам. Значит, объясняю ситуацию. Приходит человек, например, кто-то продает дом. Приходит кто-то, продает дом. И, значит, мой какой-то ближний пришел и говорит, я куплю этот дом. И я поручился за ближнего, что я, если он не купит, я куплю. Да, это мой там родственник, брат, например, или еще кто-то близкий. Я говорю этому хозяину дома, который для меня чужой человек. Говорю, если он не купит, я куплю. Я куплю этот дом, значит, вот я обещаю. И я ударил с ним по рукам и даже подписал договор. То есть у меня за ближнего своего я поручился, как бы, как, как сказать, арев, это поручитель. Ничего с ним не подписывал, просто поручился за него. А с чужим я прям подписал договор, ударил по рукам. И что? Второй отрывок. И произошла ситуация. Мой ближний, он передумал. Он говорит, я не могу купить. Я не могу купить. Я не буду покупать, он говорит, ближний. Я ему говорю, как? Я же за тебя поручился. Я же сказал, что если ты не купишь, я куплю. Ты же меня попросил. Я за тебя поручился. А чужой говорит, а меня не волнуют вообще ваши все разговоры. Ты подписал договор, покупай. То есть я оказываюсь между двух огней. Я покупался, хотел помочь ближнему своему, просто его поддержать, чтобы для него попридержали этот дом. А чужой теперь с меня требует деньги. А ближний говорит, ну не знаю, не могу я, значит, тебе отдать. Купить не буду. Представляете ситуацию? У кого такая была ситуация, когда ты поручался за кого-то и попадал из-за этого в сложные какие-то ситуации жизненные? Я думаю, что у многих бывало, кого обманывали, бывало, кто, например, занимал деньги. У меня, например, был очень близкий друг, прям реально близкий друг, и я, значит, занял ему деньги, а он пропал, пропал вообще. Деньги не отдал, другом быть перестал, все, деньги не отдал, представляете? А все, был другом таким прям ближайший. А другой наш общий друг, он за него поручился, то есть тот к нему пришел тоже, говорит, займи мне деньги. Он говорит, ты знаешь, я тебя сейчас не могу занять, но я, значит, вот у меня есть один знакомый, ну такой у него есть деньги, он тебе займет, я за тебя поручусь, он тебе займет. И он поручился за него, за того же, который мне деньги не отдал. И, значит, что тот не отдал ни мне, ни ему, и исчез, уехал. А этот мой друг, приятель второй, он вынужден был отдать за него деньги. Прям точно как по Мишле, если бы мы раньше Мишле изучали, мы бы так больше не делали, но мы тогда еще не знали этого, то, что здесь написано. И поэтому я ему занял деньги, и он мне не отдал, а мой друг за него поручился перед другим. И тоже тот ему не отдал, а мой друг вынужден был отдать деньги. То есть ситуация прям как здесь. Значит, что делать? В третьем отрывке нам царь Соломон скажет, что делать в таких ситуациях, да? Прям конкретно будет сейчас совет. Но по каместь, по каместь, здесь есть, Малбим нам объясняет, что здесь есть глубина, которая с первого взгляда не видна была. Глубина здесь такая. Здесь речь идет не только о бизнес-взаимоотношениях, занял деньги, не занял деньги, поручился, не поручился. Здесь речь идет, это же Мишлей, притчи, которые они через понятное объясняют непонятное. Так вот, говорит Малбим такую вещь, что когда говорится сын, но если ты поручился за ближнего своего, имеется в виду связь человека с Богом. То есть человек в момент рождения, когда душа приходила в это тело, у него появляется связь со своей душой и через свою душу с Богом. И вот эта связь, вот эта связь, это как связь с ближним, потому что ближе Бога никого нет. Самая у человека важная часть, это душа, которая не было бы души, не было бы человека, он не мог бы двигаться. Но это ближние, которые, знаете, как говорят ближних, там не замечаешь, не ценишь, нет пророка в своем отечестве. То есть она настолько близка к человеку душа, что он ее настолько близка, что он ее не замечает. Как самое ценное. Знаете, что есть самое ценное в жизни вообще? Самое ценное, без чего жизнь невозможна. Это воздух. То есть если бы человек не мог дышать, то он бы тут же бы умер. Но кто ценит воздух и возможность дышать? Никто. Точно так же никто не ценит свою душу, вот эту божественную часть внутри, которая является самым ближним для человека. А кто для человека чужой, но с которым у него более близкая связь, и которого он слушается, и которого он как бы привязан к нему. Это животное начало. То есть тело человека, в котором он живет, каждый из нас живет в теле. Это не я мое тело, я живу в теле, это биоскафандр. Так тело, оно по отношению к человеку, а кто такое я? Я это самоопределение. Так вот, душа на самом деле это мой ближний, говорит Малбим. То есть это мой самый близкий для меня часть, божественная часть меня. А тело, это на самом деле оно для меня чужое. Почему оно для меня чужое? Потому что оно потом ляжет в могилу, сгниет и все. Оно меня носит по земле, и оно мной управляет. Потому что инстинкты, эмоциональные все вот эти вот желания, они намного сильнее, чем голос души, и сильнее даже, чем интеллект. И поэтому, говорит царь Соломон с этой точки зрения, он говорит так, сын мой, у тебя есть связь, ты поручился за свою душу. Ты обещал, что ты этот жизненный путь пройдешь, и ты свою душу усовершенствуешь, что ты с ней соединишься. Но ты ударил по рукам, у тебя есть связь близкая со своим телом. Тело тобой управляет, оно все время заставляет тебя делать там физиологические потребности, инстинктивные потребности, потребности в размножении и так далее. То есть тело тебя постоянно, оно тобой рулит. Интересно, что как Бог назвал тело, он сказал, что Ецарлем Аадам Раминаурав. То есть он сделал тело человека и назвал его животное начало, и назвал это злое с рождения. И тело человека это как маленькое животное, которое человеком управляет, и в детстве даже человек не обязан соблюдать заповеди. До 13 лет, пока месть это животное начало максимально сильное, пока интеллект им вообще не управляет, практически не управляет, а только человек управляется по приказам извне воспитания, его дрессируют, что делать, как делать. До 13 лет еврей не обязан соблюдать заповеди. С 13 лет наступает момент бармитства, он становится обязан соблюдать заповеди. Но его не судит Бог, не судит Бог до 20. Потому что до 20 лет у него еще нет полного контроля над собой и своим поведением. Только в 20 лет уже становится, он начинает контролировать своим интеллектом, начинает контролировать свое животное начало. И тогда с него начинается спрос. А вот смотри теперь, ты же обязался свою душу совершенствовать. То есть тебе душу дали, Бог сотворил мир для того, чтобы ты шел по ступеням духовного роста. Теперь ответь, пожалуйста, на вопрос. И вот это как бы второе описание первых двух отрывков. Еще раз давайте их прочитаем. Первое. Сын, если ты поручился за ближнего своего, то есть ты с Богом вступил вот в эту вот связь со своей душой. И с чужим ты ударил по рукам. С телом ты связан по-любому, со своим животным началом ты связан по-любому. Или в бизнесе ты ближнему своему родственнику пообещал что-то. И далекому неродственнику ты пообещал, но в более жесткой форме сделать то же самое. И второй отрывок. На кашто, беймрейпиха. Ты споткнулся на словах своих. И ты, не лката, беймрейпиха. И ты попал в ловушку своими словами. Теперь, если это речь идет о бизнесе, понятно, ты одному пообещал словами, ты второму пообещал словами. Только одному ближнему ты пообещал просто так, а далекому ты пообещал в письменной форме, со свидетелями ударили по рукам. Более жестко. Но если говорить про обещания для души и про обещания для тела, связь вот эту, да, кому ты больше обязан, то даже телу, когда вступает в противоречие интересы души, интересы тела, например, человек, он, там, нельзя кушать какую-то еду, запрещенная еда. Или в шаббат нельзя делать. Это духовный приказ для духовного роста. А физическое тело, что говорить, или, например, более такой жесткий пример, понятный. Вдруг человек, еврей, узнает, что еврей для того, чтобы быть в союзе с Богом, должен сделать обрезание. И вот он там 26, 25, 40, 50, у меня отец сделал обрезание в 72 года. У него идет прямое противоречие. С одной стороны, страшно сделать обрезание. То есть, эта операция обрезается, ну, как бы, очень это страшная операция, да, такая, очень страшная. Теперь у тебя есть страшная операция, и твое тело говорит, не трогай меня. То есть, ну, понятно же дело, что порезать палец, там, сделать больно, это больно. Тело говорит, не делай больно, не трогай меня. Интеллект говорит, это союз с Богом. Через это действие я выполняю, там, заповеданное очень важное действие, я через это соединяюсь с Богом. Теперь, когда наступает вот это противоречие, то оно наступает только где? В голове у человека. У него есть два разных разговора. Он, как бы, каждый из нас все время с собой разговаривает. Один разговор, я должен выполнить заповедь Торы. Второй разговор, я не хочу, мне больно, я хочу отдыхать, я хочу спать, я хочу жрать, я хочу, и все такое. То есть, я должен, я хочу то, что я хочу, и не хочу делать то, что я должен. Понятно, да, идея? Это второй отрывок, ты попался в, вот, в это противоречие. Третий отрывок нам дает, что делать. Что же делать? Да, я думаю, что всех интересует, что делать в этой ситуации. Третий отрывок звучит так. Так, делай так, сынок, сын мой, да, говорит царь Соломон. Вы и на цель, и спасешься. Сделай так, и спасешься. Тибата быкаф рееха, лех и трапез урыхав рееха. Он говорит так. Если ты попался в руке ближнего и чужого, тогда иди к ближнему и умоляй его и проси его, чтобы ближний тебя простил и отпустил. Почему? Потому что он же твой ближний. Он же должен тебе помочь. Ближний должен тебе помочь. Он потому и твой ближний. Но идти надо не к дальнему, а к ближнему. Идти надо его просить, умолять его. И в этот момент, если мы говорим про бизнес, тут все понятно. Значит, я должен идти к своему родственнику и говорить, послушай, ты ко мне пришел, я за тебя поручился. Ты мой родственник. Ты должен выполнить свое обязательство. Я не должен из-за тебя страдать. Если ты мой ближний, пожалуйста, выполни свое обязательство. То есть, ты мой ближний, я твой ближний. Я тебе тогда помог. Ты должен же мне тоже помочь. То есть, в этом случае нужно просить ближнего, чтобы он тебе помог. Понятно. Теперь, в случае, когда речь идет о обещании Богу, то есть, своей душе, и обязательство перед телом, которое берет тебя в другую сторону, ведет, в этот момент советует царь Саламон начать молиться, просить Бога, чтобы Бог спас, вытащил, помог и так далее. Когда есть такое выражение в Талмуде, что тот, кто хочет очиститься, ему с неба помогают. Тот, кто хочет запачкаться, ему не мешают. То есть, человек выбирает, куда он хочет идти. Понятное дело, что вера к Богу идти сложнее. Но говорит нам царь Саламон, умоляй, проси, молись, и Бог тебе даст силы. Как Бог дал силы Йосефу, когда он был в доме у Патифара, когда на него нападала, соблазняла его вот эта вот женщина, жена Патифара, да, в Египте, то Йосеф, он молился, он просил, что Бог ему помог. И Бог ему показал образ отца его, Якова, и он дал ему силу выстоять в этом испытании. То есть, Бог не дает человеку испытания, которые человек не мог бы выстоять. Если он реально не мог выстоять в этом испытании, так значит, ну, Бог же все знает, и он поэтому его обязательно простит. Понятно. Поэтому, давайте подведем итог. И четвертый отрывок, еще четвертый отрывок, давайте, он как раз завершает это все, всю эту историю. Альтитеншина лейнеха, не давай сна твоим глазам, утнума ля фапейха, и не давай дреме своим векам. Значит, это такой универсальный совет, как управлять своим телом. То есть, вот этот вот момент, кто хозяин, тело или интеллект и душа, этот момент, он проверяется утром. Как человек встает. То есть, если у человека нет силы поднять свое тело, если он не управляет собой, если он, когда ложится, он не управляет, когда встает, не управляет. То есть, если его по жизни ведет тело, эмоции, глаза и так далее, то, естественно, что он будет все время попадать вот в это вот противоречие между телом и душой, и будет побеждать тело. То есть, чужой для него, чужой, будет всегда сильнее, всегда будет мешать. Поэтому здесь, в четвертом отрывке, дается такой прямо совет, не ленись. То есть, ты, что такое ленишь? Лень. Лень, это когда твоя вот это внутреннее животное, внутренняя корова, которая говорит, не хочу, хочу жрать, спать, отдыхать и так далее. Когда эта внутренняя корова ежедневно, она побеждает, 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 то потом ты не можешь вдруг ей сказать, слушай, я же хочу, я же духовный человек, я должен действовать ради своей души. Нет, ты раб своего тела, ты просто раб своей внутренней коровы, животного, и весь твой интеллект, он только обслуживает твое вот это внутреннее животное, которое над тобой властвует. Это вот эти четыре отрывка, которые нам дают понимание постоянного внутреннего конфликта, в котором живет человек. Первое, конфликт между душой, которая тянет его наверх, ближний, на самом деле душа это мой ближний, связь с Богом это самое важное для человека. Второе, чужой, это мое тело, которое пытается мной управлять. Когда я попал в это противоречие, мне нужно просить Бога, чтобы Бог мне помог, то есть через молитву, и одновременно на мелочах, таких как сон, таких как сон, как, ну просто физические упражнения и так далее, все время побеждать свою лень, побеждать свою внутреннюю корову, я сказал, я делаю, хочу, не хочу, я сказал, я делаю. То есть быть вот этим вот человеком, который управляет собой даже в мелочах. И тогда в случае большого противоречия, когда перед вами будет стоять тарелка с вкусными креветками, вы скажете себе, нет, я хозяин своего тела, и я тебе сказал, я есть их не буду. И когда надо будет сделать обрезание, вы подумаете, о чем мне вообще, тело-то по-любому сгниет, то есть как тут ни крути, тело ломается, гниет, болеет там и так далее, сколько там того тела. А здесь я делаю знак союза с Богом, то есть я для того, чтобы соединиться с Богом и со своей душой, я обрезаю кусок этой крайней плоти, то есть это вообще, это высшее, то есть этот биоскафандр, это то, что меня обслуживает, я хозяин. Будьте хозяевами своего тела, своей жизни, победите свою внутреннюю корову, вот это вот животное, да, и все будет великолепно, все, вот такой вот у нас сегодня был полезный очень перед шаббатом урок. Всем шаббат шалом, всем шаббат шалом, чтобы был хороший шаббат, чтобы был шаббат духовного роста, то есть нужно действовать для того, чтобы передать пульт управления своей душе и своему интеллекту, заряжая себя торой, заповедями и все время побеждая свое злое животное начало в этой борьбе. А Бог поможет, если сил нету, тогда начинайте молиться, все. Все, как есть напоследок, я расскажу анекдот один, который, ну, такой, он чуть-чуть иллюстрирует эту тему, но не буду рассказывать, он не очень религиозный, совсем не религиозный, не буду, я думаю, что не буду его рассказывать полностью, все. Хорошо, дорогие друзья, всем шаббат шалом, удачи, успехов, и я в 26 лет сделал брит, Борис Малеров, а знаете, почему в 26? 26 это числовое значение имени Бога, Юткей, Вавкей, это именно как раз 26. И 26 поколений было от сотворения мира до дарования Торы. Тора была дарована на 26 поколение, Машей Рабену это было 26 поколение от Адама Решона, от первого человека. Представляете? Все, удачи, всем успехов, шаббат шалом, всем счастливо.